А вот и я. Доброе утро, мои хорошие. Наконец-то всем огромный пламя итальянский чао. У меня вчера не было состояния брать в руки камеру, потому что вчера снова я была у Катюши. Делала всё то же самое, как обычно. Я ей помогала по хозяйству, нянчила с Лео, а она красила стены. И у меня было вчера просто не было, как говорится, желания снимать то же самое, в принципе. Ну и всё равно состояние-нестояние было. Так, сегодня с утра мой муж остался дома, потому что он заболел. Вот, а я сейчас хожу, позанимаюсь спортом, потом зайду, мне надо в клинику забрать. Его всё-таки результат анализа, никак он не может забрать. У меня сегодня такие гонки намечаются. И потом после, как заберу его анализы, поеду домой, пообедаю, чуть отдохну и потом поеду в другую клинику, в свою клинику на приём к эндокринологу. В общем, сегодня будет гоночная пятница на прощание. Пока с вами здоровалась, уже подошла к своим клубу. Вот наш парк этот, паркистый. Травка зелёненькая. Травка зеленеет, солнышко блестит. Ласточка с весной в сене к нам летит. Вот кустики уже скоро будут разрастаться. А вот и мой клуб. Алкаротти. Так, только что закончила свою основную тренировку. Пошла на беговую дорожку. Последние 20 минут проходить. И посрешила посмотреть видео Юлечка из Милана. Блин, не знала, что делать, плакать или смеяться. Она там плачет, сидит после своей тренировки. Рассказывает, как она билась головой в шкаф. Яйца разбились, упали. Сидит и плачет. И шутит. И я тоже не знала, что делать, плакать или смеяться. Я в общей раздевалке. Смотрите, сколько детских обуви, сколько детских курточек. Это к нам детки в бассейн пришли купаться. Такие прикольные в купальниках, в шапочках, в акул. Классные. А я уже переобуваюсь. А нет, сначала в клинику. Погода у нас снова совершенно прекрасная, солнечная. Видите, ни одного облачка. Здесь у нас с правой стороны всякие афиши. Каких-то событий. Каких-то ярмарок. Кустарник какой. Я иду по такой улочке узенькой. Не улочке, по тропиночке такой узенькой. Спальный район тут. Вон какие у нас тоже старые дома в Италии. Видите, там кирпич отваливается. Хоть бы мне на голову кирпич не упал. Вот это Италия тоже. Тоже Италия. Вот так-то вон. Старина такая. Там, кстати, за этой стадиной находится старый стадион наш. О, окно открыто. Можно подсмотреть, что там находится. Ничего себе. Но видно было, что там лестница. Ну, а не лестница, а кресло, сидение. Что там старый стадион. Не знаю, там еще проходят матчи или нет. Хотя у нас есть уже новый стадион. Большой, хороший. Так, мне сейчас до конца улицы. Налево. Потом еще налево и сразу клиника. Смотрите, я иду совершенно без куртки, без своей, без рукавки. Вообще, теплая погода. Я в тени. И то мне тепло. Представляете, не холодно. А я снова шампунь перепутала. Не взяла ни то шампунь. Я вместо шампуня взяла бальзам для волос. Я помыла голову чисто бальзамом. Такая себе набальзамированная. Ну, здесь уже более цивилизованная улица. Слева тут всякие ветеринары. Всякие агентства. Магазинчики. И справа тоже, кстати. Мой номер L18. Вот документ мужа. Вот мой документ. Это все время личности итальянские такие. И вот я же, когда мой номер вызовут и пойду. Вот и все дела. А столько тянули с этим ответом. Ёлки-палки. То я не могла никак забрать его. То он никак не мог забрать. Но там так все строго. Прям мой документ, его документы. Они там все проверяют. Все записывают. Мой документ там все записывают на компьютер. Прям куды там. А вдруг я украду этот анализ. Все, дали ему этот анализ. Запечатаны в конверте. Все. Чики-пики. А занималась Галинка. Забрала я на лису. Я теперь такая голодная-приголодная. Еду домой, короче. Забрала я на лису. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. 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 Я сегодня в таком прикиде. Пиджачок, маечка. Вообще теплынь такая. Джинсы, белые кроссовки. В общем, вся такая. Мы оставили и на машину на парковке вот этой. С мужем сейчас поспорили. Говорю, что это тоже клиника. Нет, это не клиника. Я вернув по нашему. Это поликлиника. Потому что здесь разных специалистов делают анализы. Я тут кое-что тоже делала. По нашему это поликлиника. он ворчит. Нет, это не клиника. Где он? А, вот сейчас мы пройдем вот этот парк. И вот там за парком городская больница. Вот. Как тут классно. Конечно, когда сухая погода, тут по тропинке можно ходить. Когда тут после дождя, конечно, тут не пройдешь. Тут болото бывает, грязь. Сейчас пройдем туда. Вот там больница. А мне вот в то здание. Вот в то здание. Но мы там не можем зайти. Мы сейчас в главный вход. Зайдем и там обойдем. И туда пойдем. Только нам сначала в КУП надо. Это КУП, это такая контора. Там окошки всякие. Где надо оплатить. Или там, что ты пришел на учет. В общем, чтобы они зафиксировали тебя. И все такое. Пройдем, а тут не пройдем. По неположенному месту. Пройдем. Побежали, побежали. К тому же внутри больницы. Это кеза больничная, предбольничная. Мы сейчас налево пойдем. А потом на нам будет направо то последнее здание. Здесь радиография. Здесь не делали резонансу магнитику и экографию щитовидки. По-моему, и сердце тоже. Я уже не помню. Почти 20 человек впереди. Вот там. Нам покажут. Там туалеты. Автоматы, где мы. И кофе попить. И водичку попить. И заложадание. Я тут прячусь от солнца. У меня давление высокое. Представляете, 160 на 88. Я аж офигела. Я уже давно не имела такое высокое давление. Ну, в принципе, это, как говорится, естественно. Потому что я всегда, когда хожу к эндокринологу, всегда у меня давление поднимается. Я не знаю, почему. Хотя у меня всегда обычное давление уже нормальное, стабильное. А как я иду к эндокринологу, так поднимается давление. Там, короче, была разборка, какая-то неразбериха с этим визитом. Но это ладно. Это ерунда. Так, дело в том, что мало того, что у меня высокое давление, у меня ещё и анемия оказывается. Представляете, какая-то малая форма анемии. Он видел. И он мне сказал, чтобы я ела красное мясо. Но я пойду к доктору, скажу, чтобы он мне выписал витамины специально какие-то витамины. Я уж забыла. Чтобы не есть красное мясо. Я стараюсь худеть, а тут он мне говорит, красное мясо есть. Ну, я не знаю. Может быть, можно есть красное мясо при похудении или нет. И он мне сказал, и надо спортом заниматься. С одной стороны, надо спортом заниматься, с другой стороны, надо красное мясо есть. Вот это вот. Ну, ладненько. Давление поднялось. Ёлки-палки. Надо успокоить себя. Кальма. Кальма, кальма. Сейчас пойду наверх, выпью таблетку. Голова не сильно так болит, а прямо чувствую, как будто голова такая тяжёлая, конкретно тяжёлая. У нас сегодня жара конкретная. Я сегодня по улице даже ходила вот так вот в этой, даже без жакета, представляете? Вот. Ну, сейчас, конечно, жакетик одела, потому что у нас уже полшестого, уже солнце не так греет. Ну, дело в том, что когда вот днём, когда мы только пришли в больницу, и мы пошли в этот, где я показывала там зал ожидания, автоматы, туалеты, где мы там, куб называется, где мы-то должны были отметить визит, чтобы пришли на визит. Вот. И пришла одна мамаша с мальчиком маленьким, ну, не знаю, два года, может быть, два с половиной. Свитер, куртка, шапка, шарф. И он весь красный такой. Боже, мне как стало жалко этого ребёнка. И она сама, прежде чем раздеть его, она пошла в автоматы, взяла ему чай, себе взяла шоколадку, вот, ну, или там какой-то батончик шоколадный. И всё. И потом сели, она сама разделась, потом давай его раздевать. Он бедный, вот, когда снял шапку, у него волосы мокрые были, у него всё лицо красное, щёки такие красные, как будто она, знаете, как морфушат, вот эта Морозко, из фильма Морозко, там, когда рисовали ей щёки, вот такие вот щёки у него красные. Вот. Мальчик этот маленький. Как мне жалко стало этого мальчика. Ну, вот ты, балбанки эти, мамаша, да вы журите, какая нутца, жара, ну, блин, ну, как так можно вот мучить ребёнка? В общем, такие дела. И сегодня доктор, хорошо, что доктор мне позвонил, как говорится, поменял дату визита, потому что, ещё была неразбериха, потому что год назад, когда они мне назначили, через год визит, они мне назначили не на сегодня, они мне назначили на завтра, а завтра суббота, а завтра у них неприёмный день, представляете? В обоих документах у меня написано 16 марта, и хорошо, что он мне позвонил и поменял дату, что они увидели свою ошибку, а то бы я завтра пришла, а они завтра не работают, представляете? Вот такая неразбериха была, но дело в том, что мне это дало конкретно, я переволновалась, вот, повыписывали мне тут всего, ну, в принципе, медикаменты те же самые, единственное, что он не поверил моему аппарату, которым я мерю давление, он не поверил, потому что я принесла ему лист с моим давлением, который я контролировала последние 3 месяца, ну, не каждый день, я там через неделю где-то, утром какое давление, какое давление вечером, и везде было нормальное давление, до 130, а у него 161 на 88, и он не поверил моему аппарату, он говорит, надо перепроверить, и он мне назначил прийти 11 апреля, рано утром, 8.15, чтобы я проверила своё давление их аппаратом, вот, и как бы сверить неповерил моему аппарату, ну, ладно-ка, всё, и мне надо уже успокоиться, сейчас вам покажу, что у меня, какие у меня тут новости, и уже перед тем, как закончить этот видеоблог, вот у меня тут окошко, смотрите, видите, тут мята подсохла, вот это вот, а вот здесь вот мята начала выходить, ну, и слава богу, будет у меня мята, кстати, это мята как раз от бабули, это бабулина мята, смотрите, сколько, надо будет как-то мне поубирать вот эти вот, повырезать, может быть, вот эти вот сухие ветки, ну, ладно-ка, здесь у меня мята, а здесь у меня огурчики, смотрите, вот когда я вам показывала, два или три дня назад, я посеяла, да, в эти таблетки, и всё, вон огурчики вылазят, почти во всех таблетках, уже огурчики есть, ну, всё, мои хорошие, я на этом заканчиваю, до новых видео встреч, до завтра, всё, хороших вам выходных, и, чау-чау! Субтитры сделал DimaTorzok